всех приветствую недавно ездил брал на обзор удилище фидерное бюджетное кайман компетишен внимательно осмотрел и насколько получилось у меня качественно снял бланк чтобы могли увидеть качество изготовления нет ли косяков по кольцам и прочим по поводу колец на волжанку грешат часто это действительно такое есть что зачастую кольца имеет не соосность по отношению бланку да то есть как вот так вот так вот на вот этом оптимуме более дешевым удилище я одно колечко такое обнаружил там совсем не соосность небольшая все больше проблем нет и вот на этой серии competition тоже собственно проблем нет по поводу предыдущего обзора тут вот олег иванович осипенко видать очень сильно на меня обиделся все-таки за колганова и начал писать едкий комментарий типа нихрена не понимаю зачем делать даже визуальной вызова визуальное сравнение палок с разным тестом разной длины назвал меня два раза матерным словом эксперт ребят я не эксперт я рыболов любитель первая жизни не дали палки на обзор чем я собственно и воспользовался так вот почему так ну у лёши в магазине каймана вот этой серии только одна палка была трехметровая но собственно в арсенале волжанка оптима тоже только одна в длине 2 и 7 чем одел сравнительный обзор как ну во-первых была информация что чуть ли не на одном заводе делают и волжанке вот эти самые кайманы ну судя по фурнитуре вполне возможно так она есть и второй момент кто-то не написал что там при своем весе не может эта палка быть изящным вот я вам для сравнения привел чтобы посмотрели какой бланк у оптимы а он изящный и сравнение примерно такой же бланк собственно говоря вот этой палки кайман на мой взгляд тоже тоже изящный что касаемо разницы весе я не помню какую опалку может быть 36 сравнил оптима я посмотрю точную оптима 205 а вот один из кайманов опять же не помню какая серия сейчас посмотрю 235 если это касается оптимум серии кайман то там вполне возможно то что кольца сами все больше поэтому и больший вес так вот что по палке competition 3 и 3 которую я посмотрел внимательно давайте посмотрим что я наснимал строй бланк и прочее а Продолжение следует... Продолжение следует... И первое кольцо от комля, вот именно на палке 3.3, стоит на довольно близком расстоянии от катушкодержателя. Поэтому, собственно говоря, себе бы я эту палку не взял, по той простой причине, что люблю ловить крупными катушками и с монофилом. И вот на оптиме была проблема, захлестывая за это самое первое кольцо. Вот по этой причине я себе именно вот эту палку брать не буду. Посмотрел я палочку 3.9, вот как она была в собранном состоянии у Алексея, обратил внимание, что там как раз крестом 150 грамм, что там кольцо довольно большое. То есть там вполне возможно, что этих проблем и не будет. К сожалению, какое расстояние, не смотрел. Ребят, ну это уже, если вы захотите подобную палку купить, это уже, ну вот эти вещи смотрите сами. Да, еще один момент интересный, вот именно это Компетишн 3.3. Тест удилища от 20 до 75 грамм, при этом почему-то вершинок в комплекте было 2. Когда Леша спросил, почему, он говорит, ну где-то видно валяет. Посмотрел я 150 грамм, который там, как положено, 3 вершинки в комплекте. Но, если самое мягкое 20 грамм, то самое жесткое 75 грамм. То есть, судя по вершинкам теста у удилища по железу. На это я бы тоже обратил внимание, если кто-то захочет данное удилище себе приобрести, то вот попробуйте где-то эту информацию уточнить. На мой взгляд, это факт немаловажный, но тем паче, что палка-то далеко не параболик. Вполне, собственно говоря, может такое и быть, что тест реально по железу. Есть эти палки 3.6 в длине, 3.9, по-моему, есть 100, есть 120, есть вот 150. Теперь вот, чтобы я себе брал бы, если бы выбирал палку сейчас, да, какую бы вот, какой палки из этой серии компетишен я бы присмотрел. Я бы присмотрелся, если есть 100 грамм 3.9, то вот именно к этой палочке. Почему так? Потому что дальше 35 метров я, собственно говоря, не ловлю, на данном этапе. Но вот, чтобы на этой дистанции из положения сидя кидать комфортно, я бы именно даже себе взял бы палочку 3.9, потому что с ней это делать легче. Опять же, да, вот с Алексеем разговаривали, но он, повторюсь, спортсмен, он говорит, что там для дистанции до 40 метров палочка 3.6 самое оно. Но, опять же, ребят, он спортсмен, я любитель. Там, где ему комфортно, палкой будет ловить 3.6, вполне возможно, мне будет ловить не так комфортно. Пробуйте, проверяйте, но вот мои мысли, собственно говоря, по длине палки именно такие. И вот, опять же, да, если брать, например, палку 3.3, если будете катушкой небольшого размера использовать, если вы будете ловить с плетнёй, то есть, захлёстка в таком случае быть не должно первого кольца. Первый момент, то есть, вот именно такой палкой, на мой взгляд, вполне комфортно, опять же, вальяжно расположить свою попу на платформе или кресле, ну, или на стульчике, накидать на дистанцию до 25 метров уж точно. С другой стороны, этой же палочкой при небольших науках вполне комфортно ловить на дистанции 15 метров. То есть, вот если бы я сейчас брал бы, да, я не стал бы себе брать пикер, а взял бы палочку именно в длине 3.3, ну, про свой выбор сказал, я бы себе взял бы вот эту более бюджетную серию и объяснил бы, какой причин. Далее, вот, внука старшего стал приобщать к лоуле Фидерам, ну, вот, последние полтора месяца, почти два, к сожалению, рыбалок, ну, была одна и та коробка. Вот, поэтому и сам сейчас сижу без рыбалки, у него практики нет. Но вот на следующий год, надеюсь, будем с ним ездить, будем ловить. И вот ему, так как организм еще не окрепший, как раз палочку 3.3 прежде всего для него я возьму. А потому что, ну, пикер это хорошо, но, опять же, да, там, метров на 18 он там кидает нормально, но все равно я вижу, что это не просто так, а все-таки силу на это дело тратит. Поэтому вот, если вы там сына, внука хотите приобщить к этому делу, да, если у него, конечно, с забросом проблем нет, вот, я своего натаскал, у него проблем нет. Поэтому ему можно доверить уже палочку изящную, палочку более дорогую. Да, вчера Саня Рыбинский выложил ролик, где выскал свое мнение о палке Волжанка Думчев. И некоторые товарищи налетели в комментариях, начали откровенно грубить, да вы все маркетологи, да вы все рекламщики. Так вот, ребят, дело ваше, можете меня считать тем угодно, но, чтобы было понятно, да, Леша к Кайману никакого отношения не имеет. Хотите верьте, хотите нет, я тем паче не имею. Более того, в очередной раз Леша просил не светить его павильон, уж не знаю, что он не хочет, чтобы я про его павильон рассказал. Я вот, меня спросили, где можно эти палочки потрясти, я человеку написал в комментариях, ну вот сегодня от Леши получил втык, и он попросил мне этот комментарий удалить. Ну, если бы ему нужно было, чтобы я эту палку прорекламил для продажи, я думаю, что он бы так не поступал. Опять же, хотите верьте, хотите нет. Ну вот опять, ребят, да, чем смог, во всяком случае, качество этих палок вы можете посмотреть. Вот и экшн-камера, я выставил, насколько можно, самое высокое качество. Опять же, один в руках там, ну на белом фоне. Я думаю, что все-таки можно увидеть, я это удилище, да, не специально где-то выбирал, а вот что был в магазине, то взял, то вам и показал, что предыдущую палку, что вот эта. То есть, какая-то информация, да, до вас дойдет. А там уже покупать, не покупать, ну во всяком случае, на мой взгляд, присмотреться к этим палкам вполне возможно. Если кто-то мне даст на обзор какие-то другие удилища в такой ценовой категории, потому что, повторюсь, одно из направлений моего канала, это бюджетный фидер. Я с удовольствием сделаю обзор и покажу, и опять же, делать выводы вам. Но пока вот кроме Леши никто, собственно говоря, не предлагал. В свое время меня обвиняли в том, что я пиарил волжанку. Я ничего не пиарил, рассказывал о достоинствах, рассказывал о недостатках. О недостатках купил себе два удилища, купил ручку подсадчика волжанка Телли-3. Этим и пользуюсь, этим и ловлю, и ролик моих, это, собственно говоря, можно увидеть, если уж кто с недоверием относится. Пока других палок у меня нет. Есть бана с пикколо, которая моя первая была, более-менее приличная удочка. Ну, иногда ею ловлю. В последнее время редко, но иногда бывает. Все, ничего другого у меня нет. Никто мне на обзоры, ни со скидками, ни бесплатно, тем паче, ничего не дает. Ну вот, как-то так. Надеюсь, что эта информация кому-то будет полезна. У меня на сегодня все. Всем пока. Тумба, тум-диди-тумба, 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 тум-диди-т